Здравствуйте дорогие друзья! Сейчас мы с вами посмотрим для участников школы хорошее домашнее задание. Кто начал только с этого урока, ввожу в курс. То есть понятно, что в данном случае домашнее задание по установке ФТП на наш сервер. Понятно, что вы смотрите курс. Так, дорогие друзья, мы с вами сейчас откроем ФТП и есть короче. Так, я убираю его. И кроме команд, допустим, есть домашнее задание. Домашнее задание в каждом уроке привязывается к какой-то конкретной рубрике группы. И суть была домашнего задания. Порывся в документации, интернет, вывести свой личный файл настроек, особое внимание обращать на защиту данных, файл настроек прокомментировать подробно, пояснив почему выбрали ту или иную настройку, сбросить группу. Владимир Фомичев, да, сделал. Давайте увеличим еще. Смотрите, вот отлично, да, то есть сразу файл конфига проф.пд похож на файл конфига апач. То есть, по сути дела, великолепно сразу подметил, и мы сразу четко понимаем, что использование директив, то есть как работать с файлами настроек, уже ответ получен, да, так как с апачем мы уже тоже работали. И далее расписаны директивы, которые Владимир выбрал для себя. Так, остановлю на секунду. Продолжим. То есть, допустим, директива указывает на динамические модули, протокол IPv6 и так далее, и так далее. Имя сервера DBAN. И мы на самом деле видим довольно большое количество настроек, и что немаловажно, что я всегда прошу от ребят школы, общие комментарии и некоторые соображения. Для конфигурации сервера типа локаль ВПС этого достаточно, так как с точки зрения безопасности общих настроек. Для ВПС на хостинге предпочтительно использовать шифрование и доступ по ключу. Кроме того, над сайтом работает, если работает не один человек, по моему мнению, ну и так далее, да. Что из этого домашнего задания видно? Ну, во-первых, домашнее задание отработано, то есть, выбраны настройки, в настройке четко прокомментированы. Третье. Даны ссылки, где можно дочитать. То есть, люди, которые, я всегда говорю, ребята школы, вот Владимир сделал задание, вам все равно надо проработать. Но есть, допустим, ребята более слабые, да, пока у них нет такого опыта. По крайней мере, над этим домашним заданием уже они могут работать. То есть, посмотреть настройки, уже открыть документации, дочитать. И уже у них сложится свое представление. По сути дела, по сути дела, именно так должны выполняться домашние задания. Это отличный пример. Ведь я всегда рекомендую несколько вещей. Первая вещь, это все прорабатывать. Не потом, а сейчас. Никогда нельзя ничего откладывать. И важно, ранее я писал видео и видел, да, что... Сейчас, секундочку. Все, то есть, всегда заводите Вики, да, как мы учились с вами с МКДокс, МаркДавен, да, и делаете документацию. То есть, все, что бы вы не проделали, обязательно должно у вас фиксироваться. И, ребят, обязательно отправляйте это на ГИД. Потому что где-то слетит система, и потом будете долго-долго искать. Почему все должно быть сохранено на ГИД. Так, что-то я еще хотел сказать. Секундочку, сейчас я остановлю и продумаю, что еще хотел сказать. Да, сообразил, что хотел сказать. Значит, ребят, смотрите. На самом деле, группа Google очень мощная вещь. Ну, во-первых, очень удобно, можно привязать. И, смотрите, даже если я вот как-то был чистил группу, да, и удалил то, что не нужно. Но оно всегда остается в группе, навсегда. То есть, что бы вы не набрали, и это было, допустим, где-то... То в любом случае, смотрите, это навсегда остается в группе. Это силы группы Google. То есть, все записи, даже если вы почистите, всегда будут по поиску доступны. Очень важно, очень важно, ребята, в школе быть в группе. Это архиважно. Потому что вы находитесь в процессе процесса. То есть, неправильно сказал. Вы постоянно варитесь в этом коде. И важно слышать рекомендации. Ведь я даю рекомендации. Потому что многие ребята откладывают. Это очень неправильно. Вот еще одного парня приведу пример. Эдуард Асанович. Ну, увидел, да, начал двигаться. Начал классы писать. То есть, потихонечку все дело пошло. Хотя, как писал Эдуард раньше, что... Ну, не так давно в школе. Ну, нашел давно. Ну, правильно. У меня, может, так не все красочно, да, но информация хорошая. А где-то там нашел в школу, прочитал, как он объяснял, что устроится на работу. Отдали деньги там довольно немалые. И, в общем-то, в конце концов, все равно пришел ко мне. Почему? Заголовками, типа, вы устроитесь на работу, или, типа, вы станете суперпрограммистом, я не бросаюсь. Я просто знаю, что вы можете этого достичь. Это без проблем. Но решать за человека, потому что это труд. Нельзя. Много ребят в школе изменили жизнь, стали программистами. Кто-то получил работу. Ну, есть, да. Я хочу сказать о другом. В школе человек получает пожизненный доступ. Но, ребят, вам надо взять вот такой стиль. То есть, слышать советы. Вот сейчас я в этом видео дал совет, что прорабатывайте каждый урок. Вот, как я показал, как сделал Владимир Фомичев. Да? То есть, он отработал, он разобрался. Я думаю, что на это ушло несколько дней. Но, когда совершено два действия. Первое. Отработано. Зафиксированы ссылки, дополнительные информации. То есть, у человека проявилось. Грубо говоря, в любой момент времени он может вернуться к этому вопросу и вспомнить. И шаг второй. Обязательно должно быть сохранено в ваш личной вики. Личной вики я увидел, и ребята писали, раньше показывал видео, сейчас просто скажу на словах. Личные вики, ребята школы, по крайней мере, я вижу, что Владимир Фомичев начал делать правильно, он начал вести. А ведется личные вики по проекту RAS, где вы пишете важный код. Все это сохраняете. И по вашим разработкам. В данном случае, так как мы работаем с сервером, понятно, что есть настройки. Когда, с одной стороны, вы где-то там настроили, прошло полгода, забыли. С другой стороны, Владимир в любой момент вернется в свою документацию, посмотрит свои директивы, и ему будет понятно. То есть, захочет доработать что-то, он что-то изменит, и опять сохранит в документацию. Вот это идет нормальная работа. Но для этого надо находиться в группе, потому что регулярно в группу поступают домашние задания, соображения, новый код, и так далее, и так далее. То есть, вы должны быть в постоянном процессе. Потому что важно обеспечить следующее правило. Не дня без строчки кода. Тот, кто хочет писать код, он будет писать. Это однозначно. Для новичков еще расскажу. Это школа spb-tut.ru. То есть, начинать надо в любом случае с Python. Может быть, отниму вашего немного времени, но все-таки проговорю. Понимаете, ребят, я не буду втревать в споры программистов. Да, одни там кричат, что Python никому не нужен. Хотя этот язык скоро займет вообще второе место. Другие кричат, надо там плюсы изучать. А время ушло. Вот смотрите, с рождением таких языков Go, Kotlin, то есть, все время плюсов ушло. На сегодняшний день четко понятно, что C и плюсы, они будут использоваться для написания других языков и, или для написания библиотек. Сегодняшний день, на сегодняшний день, перестали писать языки для всего. Это невыгодно. Почему? Потому что человечество накопило опыт. Тот же Google накопил опыт, поддерживал 20 там языков в проекте. А потом поняли, надо написать один язык Go, расширяемый, да, в принципе расширяемый, по принципу Python он написан. Они постоянно дописывают нужные. И обеспечить легкое сопровождение проекта. Тоже самое, ту же самую стратегию взял и Kotlin. То есть, наступила другая эра. Кто-то сидит еще в 20 веке, а, ребят, время-то изменилось. И языки поменялись, и приоритеты. А почему теперь Python? Потому что я не видел языка, который в себя вбирает все. Изучив Python, а потом, допустим, начиная изучать Kotlin, вы всегда на отличиях будете легко изучать другой язык. Потому что все, что может быть вообще в языке, есть в Python. Относительно классов, относительно функций и так далее. Просто-напросто, во-первых, вы сделаете для себя палочку-выручалочку. Хорошо, каждый ведь пользуется Instagram. Но ведь в Instagram серверная часть написана на Django, а это Python. Ну, какие вопросы? На Instagram весь мир. Ладно, не буду дальше отвлекаться. Это просто такие рекомендации. Значит, договорились. Домашнее задание выполняется вот таким вот образом примерно. То есть, отрабатывается полностью. И самое, опять повторяю, второй пункт, сохраняется в личной веке. Есть в школе информация в плане Django 2. То есть, установите, установите Вики себе. Ну, вроде как все. Да, дам я истории ребят. Для новичков, кто только начал с этого видео, почитайте в описании видео. Субтитры сделал DimaTorzok